МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Осеннее потепление. В городе начался отопительный сезон. Праздник всех и каждого. Воноябрьск отметил День города, День работников нефтяной и газовой промышленности. Звонок прозвенел в городских школах и дан старт новому учебному году. Долгожданное тепло. Сегодня в городе официально начался отопительный сезон. Как прошел запуск оборудования на центральной котельной, проверил первый замглавы администрации города Андрей Касьяненко. Отмечу традиционно. В первую очередь стекло подали на объекты здравоохранения социальной и культурной сферы. Затем батареи начнут теплеть и в квартирах горожан. И уже в последнюю очередь на объектах производственного назначения. Тепло на центральные тепловые пункты подано. А уже как будет подходить подключение непосредственно потребителей, зависит от персонализма обслуживающих организаций, от работы управляющих компаний, связанных с развоздушиванием жилищного фонда. Поэтому мы надеемся, что в течение недели тепло будет подано. Оно будет регулироваться в зависимости от температуры нарушения воздуха. В минувшие выходные Ноябрьск отметил День города, День работников нефтяной и газовой промышленности. Хотя праздничные мероприятия начались еще в четверг. В этот день в самом отдаленном микрорайоне города, в Ангапуровском, состоялся праздничный концерт. В адрес ноябрьцев прозвучали многочисленные поздравления от первых руководителей города. Вингапур для компании «Наябрьский фтегаз» сегодня это очень важно. Важно, потому что вся или основная добыча нашей компании сегодня сосредоточена здесь, на Вингапуровской группе ресторождений. Важно, потому что все новые технологии, все новое, что сегодня есть в нефтяной промышленности, мы их применяем здесь. Поэтому я всех нефтяников и газовиков поздравляю с этим профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, добра, благополучия. Эстафету праздничных мероприятий принял Ноябрьск. В Доме культуры нефтяник вечером в пятницу состоялся праздничный концерт. Со сцены прозвучали слова поздравлений от первых лиц города и округа. В этот день в торжественной обстановке Любови Крыловой, директору первой гимназии, было присвоено звание «Почетный гражданин города». А имя Валентины Белоцерковец, директора детского дома «Семья», будет внесено в городскую книгу почета. Кроме этого, несколько жителей нашего города получили заслуженные награды. Продолжили праздничную программу выступлений артистов. Уважаемые ноябрьцы, дорогие друзья, вот хочу честно вам сказать, я давно тоже живу на севере, и хочу вам тоже признать, что действительно Ноябрьск – это очень красивый северный город. Так оно и есть. Дорогие земляки, уважаемая Жанна Александровна, сердечно поздравляю вас с днем рождения Ноябрьска и днем работников нефтяной и газовой промышленности. Ноябрьск – город молодой, но с богатой историей, которую творили люди – талантливые, трудолюбивые, целеустремленные. И жители города могут по праву гордиться своими свершениями, трудовыми и культурными традициями. За эти годы были созданы и сегодня успешно работают предприятия топливно-энергетического комплекса, которые прилагают все усилия для эффективного решения задач социально-экономического развития Ноябрьска. Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго. Пусть ваши радушия, мудрость и энергия будут всегда направлены на созидание во благо родного города, Ямала и России. С уважением, губернатор Ямаловецкого округа Дмитрий Николаевич Кобылкин. Торжественная программа по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности состоялась в субботу днем в Нефтянике. Со сцены прозвучили слова поздравлений от руководства компании и города. Лучшим работникам вручили заслуженные награды – благодарности, почетное звание и нагрудные знаки. От имени председателя правления ОАО «Газпромнефть» Александра Дюкова коллектив поздравил заместитель генерального директора Вадим Яковлев. Находясь здесь, сегодня вместе с вами, мне особенно приятно отметить результаты «Ноябрьснефтегаза». Впервые за много лет «Ноябрьснефтегаз» в текущем году растет под добычей. Это прекрасный, выдающийся результат. Поздравляю. Это ваш труд, это ваше умение. Яркий пример тому, что мы умеем сейчас сделать. Та скважина, которую мы запустили недавно, в августе, горизонтальная скважина с 10 стадиями ГРП на Вангапурском месторождении. Это рекорд компании и по всей видимости рекорд в отрасли. Поздравляю. Тот темп, который вы набрали, очень хороший. И мое пожелание не останавливаться на достигнутом. У вас есть все возможности для продолжения роста. Я хочу, чтобы с таким же хорошим настроением, как сегодня, вы закончили. И текущий год уверенно вошли в следующий год. Работники «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» высадили деревья мечты. В преддверии торжества в рамках Года экологии «Газпромнефти» и Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» более 50 сотрудников предприятия и его ветераны высадили уникальную для северных широт сирень и кусты шиповника. Подробности далее. Сейчас посадил дерево. Осталось только родить сына или дочку. Акация, ива, черемуха, сирень и шиповник. То, что привычно для большой земли, для севера просто диковинка. Идея создания акции родилась еще в сентябре прошлого года. И вот совместно с «Ноябрьским лесничеством» удалось ее организовать. Поражает то, что очень многие люди откликнулись, вызвало у них это позитивные эмоции. Кто-то по одному, кто-то по три дерева посадил. Считаю, что таких акций должно быть как можно больше. 50 сотрудников, в том числе генеральный директор, а также ветераны производства. Равнодушных к акции практически не было. Все верно отмечают нефтяники. Ведь если мы хотим сберечь природу, каждому из нас нужно внести свой небольшой вклад. Сирень, она цветущее растение. Здесь вот там шиповник посадили. В итоге будет весной цвести и радовать глаз жителей города, работников нефтяной промышленности и нас тоже. В общем счете, «Газпромнефть» с «Ноябрьским нефтегазом» было закуплено более 350 саженцев. Часть из них, причем большая, была передана школам и детсадам. Так, например, в Мальвине появилась целая аллея выпускников. Вы у нас в детском саду последний год. Поэтому на следующий год, когда вы будете уходить в школу, эти деревья ставят нам большую память. В общей сложности ради улучшения экологического состояния российских городов и регионов во Всероссийском экологическом субботнике приняли участие 83 региона, 10 тысяч общественных организаций и свыше 10 миллионов человек. Благодаря огромной помощи предприятию «Газпромнефть», нашему ноябрьскому лесничеству, наши ребята сегодня с родителями и сотрудниками лесхоза посадили деревья. И, конечно же, мы надеемся, что эти деревья у нас будут расти, процветать, как наши ребята. Кирилл Мигель, Григорий Курупцев. Новости нашего города. Новости нашего города. Но этого не случилось. Вечером 30 августа Андрей скончался. По факту гибели молодого человека следственным отделом по городу Ноябрьск, начато проведение недоследственной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства. Его гибели круг лиц ответственных, хотя бы косвенно за это происшествие, а также степень их ответственности. Еще один житель Ноябрьска погиб в эти выходные. В воскресенье вечером спасатели извлекли тело мужчины из воды. Как выяснилось накануне, 50-летний мужчина и двое его друзей отправились на автомобиль к озеру Ханто. Предположительно, погибший пытался перегнать автомобиль поближе к водоему, однако, учитывая погодные условия, возможно, не смог верно рассчитать расстояние до воды. В результате передняя часть машины практически сразу ушла под воду. Выбраться самостоятельно водитель автомобиля не смог. По данному факту, полицейскими начата проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Ровно как и то, употреблял ее накануне погибший мужчина алкоголь. И сегодня днем спасатели достали с одного озера затонувший автомобиль. Машина находилась на глубине 7 метров и довольно далеко от берега. К тому же автомобиль сильно увяз в иле и на дне озера лежал на крыше. Друг парни, спасибо. Но что касается обстановки на улицах города в праздничные дни, то, по словам полицейских, ситуация была под контролем. Дежурство стражи порядка несли в усиленном режиме. В основном жители Ноябрьска нарушали нормы административного законодательства. В частности, полицейскими были составлены около трех десятков протоколов за употребление алкоголя в общественных местах. В том числе, к административной ответственности за распитие спиртного привлекались и несовершеннолетние. К тому же, полицейским удалось обнаружить две торговые точки, где предприниматели, несмотря на запрет, осуществляли продажу горячительных напитков. Данные правонарушения также были своевременно пресечены. Составлены административные протоколы. Наработаны материалы, которые сегодня направлены в суды. По результатам рассмотрения будут приняты решение. Соответственно, виновные понесут соответствующее наказание. Тысячи школьников сегодня вновь сели за парты. Для одних этот учебный год станет завершающим этапом школьной жизни, для других лишь первой ступенью. Как бы там ни было День знаний, это всегда праздник. Хочется в этот день прекрасный, солнечный пожелать вам успехов, успехов в учебе. Чтоб действительно дом, школа стала родным домом. Первоклашки, заходите в эти стены, любите эти стены, получайте знания. И пусть для вас это будет вторым домом. Первый раз, первый класс, мы пойдем с тобой сейчас. Это самый главный праздник и для мамы, и для нас. Первый раз, первый раз, первый раз, первый раз. С началом нового учебного года ноябрьцев поздравил начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» депутат Тюменской областной думы Сергей Белкий. Уважаемые педагоги, дорогие ребята и родители, поздравляю вас с Днем знаний и начала нового учебного года. Это наш общий праздник. Он дорог всем поколениям. Светлые воспоминания об этом дне согревают нас всю нашу жизнь, вдохновляют на добрые дела. Образование было и остается важнейшим аспектом становления и развития каждого человека. Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами и в студенческих аудиториях, зависит будущее Ноябрьска, Ямала, всей страны. В этот праздничный день от всей души желаю работникам образования здоровья, профессиональных успехов, мудрости и терпения, а школьникам и студентам воплощения в жизнь самых смелых замыслов. Пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины знаний, притворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются только отличные отметки. Ноябрьские педагоги обсудили приоритеты образовательной политики. В городе проходит традиционная августовская педконференция. Так начальник департамента образования Надежда Гудкова рассказала об основных итогах минувшего учебного года и перспективах наступившего. В частности, она подчеркнула, что необходимо развивать альтернативные формы дошкольного и дистанционного образования, а также повышать профессиональную компетентность педагогов. Время диктует новые правила работы, новые требования. И, безусловно, мы с вами должны найти и новые пути решения. У меня нисколько нет доли сомнений, что мы с этой работой справимся. Я искренне поздравляю всех с началом нового учебного года и с огромным удовольствием объявляю августовскую педагогическую конференцию открытой. В некоторых школах Ноябрьска в этом году появилась единая форма. Учащиеся, родители и руководство школ совместно выбирали дизайн одежды, которая должна быть практична, удобна и, главное, выглядеть эстетично. Довольны ли родители полученным результатом и что думают о новой школьной форме ученики и педагоги, выясняла Аксинья Епишева. В коридорах первой гимназии царит оживление. Нарядные школьники с бантами и цветами. С виду традиционный первый день занятий, волнительный и такой долгожданный. Однако этот учебный год для учащихся гимназий несколько отличается от предыдущих. В частности, теперь у гимназистов появилась школьная форма, самая настоящая. От той привычной советской она, конечно, принципиально отличается, хотя бы тем, что выбор у современных школьников гораздо шире. Теперь не нужно будет выбирать, что одевать, уже все готовое. И как сказать, это красиво и даже нет проблем. Выбираешь, выбираешь, все равно красиво, она идет всем. Вообще в гимназии форму ввели довольно давно, однако обязательной она была только для учащихся начальной школы. Ученики среднего звена и старшеклассники придерживались самого обычного делового стиля. В общем, одевались кому как нравится. Говорить о том, что с введением единой школьной одежды гимназисты лишились индивидуальности, не приходится. Единственное требование – минимальный комплект. Обязательно для всех в положении о школьной форме закреплен комплект минимальный. Для девочек это юбка, жилетка и галстук для торжественных мероприятий. Для мальчиков – брюки, жилетка и галстук. Кроме установленного стандарта, школьники вольны выбирать дополнительные. Тут уже никаких ограничений ни для девочек, ни для мальчиков. Кому-то нравятся жилетки, кому-то пиджак, кому-то обычные штаны, кому-то зауженные, сорочки белые или кому-то цветные. У каждого свой стиль. Есть какая-то парадная форма, чтобы ходить на какие-то мероприятия общешкольные и быть в едином стиле. А есть повседневная форма, в которой она тоже большое количество вариантов. И не будет такого, что все будут одинаковыми, все будут индивидуумными. Если говорить о цене, то стандарт – это жилет, брюки для мальчиков или юбка для девочек и галстук в среднем обходятся примерно в полторы тысячи рублей. Причем, если за лето форма, как правило, покупается заранее, ребенок подрос, ее можно обменять на ту, которая подходит по размеру. Что касается детей из малообеспеченных семей, то затраты на школьную форму для них будут компенсированы. Все, что касается детей из малообеспеченных семей, то форма приобретается через соцзащиту. То есть, тот заказ, который получили, им денежки должны вернуть в соцзащиту. Надо отметить, что не только сами ученики, но и родители довольны, что в их учебном заведении появилась единая школьная форма. Положительно отношусь. А видели там модельки? Вам понравилось? Да, мне нравится форма гимназии. Интересная, такая необычная. Это правильно, да. Это удобно. Не нужно думать, что одеть ребенку. И какое-то равноправие будет между детьми, я считаю. Это нужно, да. Яна Добровольская, Ксения Епишева, Анатолий Присич. Новости нашего города. И возвращаясь к главной теме минувших выходных – празднованию Дня города, Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Вечером с центральной сцены жителей и гостей Ноябрьска поздравили первые лица города, а звезды российской эстрады Анита Цой, Денис Майданов и группа Иван Дамарья, в составе которой была и наша землячка, финалистка проекта «Фактор А2» Екатерина Лещева, порадовали своими выступлениями. Далее рубрика «Без комментариев». Праздник осенний, он вархотным солнцем согрел, Лирическое настроение горячему лету в ответ. День города – праздник особый, Когда мы родимся душой, И добрым родительским домом Считаем мы город родной. Украина и Крым, Белоруссия, Молдова – это моя страна. Сахалина и Камчатка, Уральские горы – это моя страна. Всех благ, чтобы он процветал, чтобы людям было удобно, чтобы все было удачно хорошо. Я желаю городу Ноябрску всего самого-самого хорошего, самого лучшего, чтобы город жил, развивался, и чтобы он всегда был таким же молодым и свежим, каким он есть. Мы очень рады, что наш город очень красивый, молодой. С праздником вас, с днем города. Что еще сказать? Ну все, все наши внуки растут, в школу пошли внуки, выросли здесь, родились здесь. Всего хорошего, чтобы просветал дальше, чтобы молодежью работа была, чтобы радовали дети нас, чтобы было над головой всегда чистое небо, здоровье всем ноябряним с праздником. С днем рождения! С днем рождения! День рождения нашего города и праздник профессиональный тех, кому мы обязаны. Наш город, кому обязан своим рождением, безусловно, это работники нефтяной и газовой промышленности. Сегодня, от имени всех горожан и себя лично, я хочу поздравить всех нефтяников, газовиков с замечательным профессиональным праздником. Желаю всем счастья, удачи, мира, благополучия. Дорогие земляки, огромное спасибо за любовь к родному городу, за те добрые дела, которые вы совершаете, за то, что храните историю нашего города так бережно, ну и безусловно, за то, что любите наш город. Дорогие друзья, сегодня день рождения, я вам желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, просветания. Пусть наш город Наярск развивается, расцветает и будет у него самое красивое и светлое будущее. С праздником всех, дорогие друзья! Вместе они уникальная фольк-группа со взрывной энергетикой и трендовыми музыкальными направлениями. Иван Дамарья, Наярск, встречай, Павел Уханов, Екатерина Лещова! Солнце или луко, и небо, или земля, и вновь ночи, и в небо взлетит. Сердце стучит, опять, значит, я танцевать буду с тобой сейчас, как первый раз. Не хотела разочаровать своего зрителя, пыталась выложиться на все сто, может быть, в каких-то моментах могла бы и лучше. А городу и моему любимому поселку Вангапуровскому, которое прожила все детство, желаю процветания. Главное, чтобы в их домах царила любовь, счастье, добро. Я их очень люблю, и спасибо им, что они у меня есть. С праздником вас! Дяды, мама, в мире одиноко, без тебя, ты нужна мне, плохо, прости, ромя. Голос у сердца и разум у меня, я упаду, но поближе к тебе. И через день, возвратившись в сиреню, я обниму тебя в раллой шуме. Ты будешь знать, что я твой добрый гений, я буду знать, что ты любишь меня. Ты будешь знать, что я твой добрый гений, я буду знать, что ты любишь меня. Ну и заключительным аккордом торжества стал красочный салют. Впрочем, к чему слова яркое пиротехническое шоу в заключительной зарисовке выпуска. Впрочем, к чему слова яркое пиротехническое шоу в заключительной зарисовке выпуска. Впрочем, к чему слова яркое пиротехническое шоу в заключительной зарисовке выпуска. И у меня на этом все. Прогноз погоды через несколько секунд. И я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» 3 сентября в Салехарде облачно. Ветер южный до 2 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов. В Муроленко паспортно. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура 12 градусов тепла. В Неборске возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура плюс 11 градусов.